Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 25 августа. Как всегда, пройдемся по всем знакам, судьякам. Вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых лунов. Карта Солнца, Старший Аркан. Исполнение желания, достижения, победа. Может быть, победите в чем-то. Может быть, в этот день будете в центре внимания. Когда вы будете говорить, и вас будут слушать, прислушиваться к вам. Брать ваше мнение в чем-то или спрашивать ваше мнение в чем-то. Здесь, может быть, преодолеете какие-то сложности, препятствия. Когда вы будете довольными. День достаточно будет очень таким энергичным, активным, позитивным. Может быть, что-то вас будет мотивировать. Может быть, здесь произойдут какие-то встречи приятные. Может быть, здесь вас будут возглавлять, возвышать. Это как быть лидером, быть победителем, быть триумфатором. Быть с головой в чем-то. Когда на вас обращают внимание. Может быть, вы на сцене будете выступать. Или, может быть, презентации какие-то будете делать. Или, может быть, вы будете в центре общения какого-то. Или, может быть, здесь еще предложение поступит к вам. Это, знаете, в плане деловых. Здесь в деловой сфере это может быть, знаете, как повышение. Или, может быть, прием на работу. И здесь какие-то известия могут быть позитивные, которые вас очень сильно могут обрадовать. Это радоваться чему-то, наслаждаться жизнью, может быть. Потому что все складывается так, как вы хотите. Вы преодолеваете сложности. Вы отгоняете от себя негатив. Когда вы просто чувствуете себя позитивно и довольными. Потому что все события, все то, что происходит вокруг вас, вас будут радовать. Вам что-то будет нравиться. Может быть, нравится быть в центре внимания. Или, может быть, здесь вы победите в какой-то ситуации. Телец. Карта императрица, старший аркан. Здесь чувствовать себя как этой императрицей. Быть уверенной в себе. Быть лидером. Может быть, проявлять свои какие-то лидерские качества. Также здесь это женственность. Может быть, вы будете мягкими, робкими, красивыми. В центре внимания. Будете обращать внимание, может быть, на себя. В плане того, что сходите в салон красоты. Смените имидж. Купите что-то себе красивое. Может быть, позволять будете себе большего, лучшего. Также здесь какой-то результат. Результат каких-то действий ваших. Прогресс может быть финансовый. Это финансовые какие-то достижения. Это переход на другой уровень. Когда вы начнете жить по-другому. Когда вы, может быть, будете позволять себе большего, лучшего. Или, может быть, что-то здесь связанное с вашим комфортом. Потому что вам будет и финансово комфортно. И, может быть, здесь вы достигли какого-то определенного уровня в плане карьеры. И вы будете довольными. Или здесь именно в этот день просто расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя этой императрицей. Позволить что-то себе. Может быть, что-то красивое. Может быть, куда-то сходить в какой-то дорогой ресторан. Поужинать. Или, может быть, какой-то подарок красивый получите. Будете тратиться на себя для своего комфорта. Для своего уюта. Для дома что-то, может быть, будете приобретать. Вот такая вот потрясающая карта. Близнецы. Пятерка. Пятерка мечей. Здесь немножечко такое столкновение. Может быть, разногласия. Может быть, кто-то будет вас провоцировать на какую-то спору. Скандал, ругань. Это когда нужно будет сражаться за что-то. Быть смелыми, быть храбрыми. Защищать свои какие-то интересы. Отбиваться, может быть. Может быть, состоится какой-то разговор здесь. И вы здесь будете, может быть, защищать себя. Что-то отвечать. Говорить. Настаивать, может быть. Или, может быть, здесь сражение за что-то происходит. Когда вы сражаетесь за кого-то, за что-то. Это может быть, например, дележка имущества. Или, может быть, наследство. Или, может быть, здесь просто по мелочам. Может быть, где вы хотите проявить себя. И захотите настоять на своем, допустим, при каком-то разговоре. Захотите выйти победителем из какой-то ситуации. Так что здесь будете проявлять, может быть, свой такой характер. Или здесь, может быть, когда вы будете рассчитывать на чью-то поддержку. Вряд ли здесь кто-либо поддержит вас. Потому что здесь нужно как будто действовать в одиночку. Сражаться в одиночку. Доказывать кому-то что-то самому, самой здесь. Или, может быть, здесь, когда еще вражда внутренняя происходит. Когда вы воюете сами собой. За какую-то ситуацию, которая произошла, может быть, в прошлом. И вы до сих пор не можете это отпустить, смириться с этим. Что-то вас внутри, может быть, беспокоит. Потому что здесь есть какие-то бурные эмоции. Которые могут, знаете, напрягать немножечко, раздражать. Проявлять немножко свою агрессию, как говорится. Может быть, при воспоминании этой ситуации, вы, естественно, ваше поведение меняется, можно сказать. Такие вот несколько вариантов здесь могут быть. Рак. Колесо фортуны. Старший аркан. Здесь поворот событий, сюрприз какой-то приятный. Когда фортуна будет на вашей стороне. Может быть, что-то сдвигается с места. Может быть, это был момент ожидания. И вы получите какие-то известия, новости. Появятся какие-то возможности что-то поменять, улучшить, расширить. Здесь также может быть что-то связано с поездками, с путешествиями. Может быть, кто-то планирует переехать или эмигрировать. И вы будете заниматься вопросами, например, оформления путевок, дорогу, покупать билеты. Или, может быть, бронировать какие-то отели за границей. Или, может быть, оформлять свои визы, менять паспорта и так далее. Или, может быть, вы займетесь вопросом транспорта. Может быть, вы приобретаете новый транспорт. Может быть, не знаю, вы решаете какие-то вопросы транспорта. Может быть, нужно сдать в гараж вашу машину на проверку, допустим. Или здесь колесо будете менять. Может быть, вы чинить будете машину свою, допустим. Или здесь еще, может быть, знаете, вам в чем-то может повезти. Потому что здесь резкий поворот событий. И здесь вам вселенная будет помогать в чем-то, подталкивать вас к чему-то. Это, может быть, исполнение желания. Может быть, вы азартный игрок. И здесь, может быть, выигрыш. Выигрыш в лотерею. Или выигрыш в каком-то конкурсе, может быть. Но смысл в том, что здесь фортуна будет на вашей стороне. Лев. Пятерка. Пятерка, чаш. Здесь какая-то эмоциональная реакция на что-то, обида. Здесь могут быть еще обиды с прошлого, из прошлой ситуации. Когда человек не может что-то отпустить. Он обижается, он концентрируется на этот негатив. Он поглубляется во что-то. Что-то, ну, такое депрессивное, может быть, состояние быть. Когда вы теряете веру, силу в чем-то. Когда вы просто унываете, потому что какие-то события, ситуация вас постоянно расстраивает. И что-то здесь, может быть, повторяется в очередной раз. Может быть, какие-то новости о каких-то потерях. Допустим, что-то не сложится, не получится. Какая-то ситуация вас в очередной раз может расстроить здесь. Или, может быть, просто здесь вы почувствуете немножечко себя, знаете, одинокими. Или немножечко будет казаться, что что-то не складывается так, как вы хотели. Кто-то вас разочарует в чем-то, может быть. Самое главное здесь, наверное, не концентрироваться на потерянном. На то, что не получилось. Потому что здесь ситуацию вы не сможете поменять по-любому. Здесь нужно смотреть вперед. И вследствие предоставит вам еще две возможности. поправить что-то, улучшить что-то. Воспользоваться еще какими-то шансами здесь, может быть, да. Поэтому не время унывать, не время огорчаться. А просто нужно обратить внимание на то, что здесь вселенная предоставит вам еще возможности. Дева. Паш. Парк жезлов, какие-то известия, новости, какие-то события. Радоваться как ребенок, загораться как дитя. Может быть, появляется какое-то новое желание, новое стремление, новая цель какая-то перед вами. Здесь вы начнете действовать, делать что-то, работать над каким-то новым проектом. Здесь обучаться чему-то новому, быть новичком в каком-то деле, проявлять свою активность, свою храбрость. Здесь не бояться чего-то. Может быть, на самом деле кто-то займется своим обучением. Может быть, вы будете, не знаю, делать в этот день что-то новое. Или получите какие-то известия, которые подтолкнут вас к каким-то действиям здесь. Либо будете заниматься вопросами своего ребенка. Например, обучением. Сдавать его куда-то в какой-то кружок. Или ходить вместе с кем-то на спорт регулярно. Это начало чего-то. Или появляются какие-то новые возможности. Или вы затеете какое-то новое дело здесь. Какой-то новый проект, допустим. Весы. Королева. Королева мечей. Здесь может быть общение с кем-то, коммуникация. Говорить, как отрезать. Может быть, высказывать свое мнение. Может быть, брать какой-то совет у кого-то. Планировать что-то, обдумывать, анализировать, осмысливать. Может быть, какую-то ситуацию. Принимать какое-то решение. Брать на себя какую-то ответственность. Может быть, заниматься какими-то планированиями. Либо здесь будут какие-то встречи. И где нужно будет активно коммуницировать. Кому-то что-то говорить. Подписывать какие-то документы. Может быть, заниматься какими-то документальными вопросами. Или брать совет. Совет у какого-то специалиста. Который вас будет направлять в той или иной ситуации. Может быть, вам нужно действовать как эта королева мечей. Где нужно включить свое аналитическое мышление. Что-то логично обдумать. Построить какой-то план. Может быть, план действия. Либо, может быть, такой человек будет принимать участие в вашей жизни. Которая вас будет подталкивать, направлять, показывать вам правильный путь. Или, может быть, это специалист. Или, может быть, это прием к врачу. Пойдете на прием к врачу. И врач будет, может быть, вам назначать лечение. Или, может быть, здесь к стоматологу зубки пойдете лечить. Допустим. Или здесь вы выступите в роли учителя. Кого-то будете обучать чему-то. Может быть. Потому что здесь вы опытный специалист. Либо вы что-то умеете делать. У вас наработанный какой-то опыт. И здесь вы кого-то будете чему-то, может быть, обучать. Скорпион. Рыцарь. Рыцарь мечей. Какой-то прогресс, сдвиг в каких-то ваших делах. Известия, новости. События будут происходить очень быстро. Будете в этот день активными. Какие-то новые идеи могут возникнуть. Пришла идея. Тут же построили план. Позвонили, пообщались. Может быть, съездили куда-то быстро. Может быть, занялись какими-то документальными вопросами. Может быть, здесь несли ясность, четкость какой-то ситуации. Может быть, поедете в гости кому-то. Или кто-то к вам приедет здесь. Получите известия какие-то. Может быть. Или здесь именно как будто нужно будет что-то проанализировать. принять какое-то решение. быть активными. Быть активными, может быть. Высказывать свое мнение. Говорить нужно будет с кем-то. Куда-то, может быть, на собрание можете поехать. Или здесь поедете по делам. Потому что нужно будет решить какие-то вопросы. Как я говорила, это может быть документальные какие-то вопросы. Но здесь может произойти сдвиг, прогресс, достижение в каких-то ваших делах. То, что вы затеете в этот день, должно все происходить очень быстро и активно. Стрелец. Семерка. Семерка чаш. Здесь такая карта, знаете, это может быть карта желания. Это может быть, когда вы мечтаете о чем-то, вы что-то воображаете. У вас много желаний. Здесь человек разложил все по полочкам, может быть. Думает, задумывается, что ему выбрать. Над чем ему работать. Но самое главное здесь, наверное, не распространять свою энергию на все, на все сразу. Здесь именно как будто нужно будет сфокусироваться. Потому что выбрать что-то одно, поставить перед собой цель и начинать действовать, работать над чем-то. Для того, чтобы ваше желание исполнилось. Либо для того, чтобы получить какой-то результат своих действий, допустим. Поэтому перед вами предстоит какой-то выбор. Нужно будет определиться и начать действовать. Козерог. Тройка. Тройка жезлов. Это активность. Это движение вперед. Это какой-то результат. Какой-то прогресс. Уже когда человек стремится идти вперед, он видит будущее. У него какой-то план. И он идет по своему плану. Здесь такого человека не остановишь. Поэтому здесь вы будете загораться. Здесь будет мотивация, целеустремление. Здесь, может быть, получите какие-то новости. Здесь, может быть, поездки. Что-то связанное с путешествием или с вашим образованием, с обучением. Либо, может быть, это сдвиг, прогресс в каких-то ваших делах. Может быть, что-то внезапно, резко произойдет. Может быть, какие-то ваши, какие-то известия подтолкнут вас к каким-то, не знаю, какому-то стремлению. Но здесь может произойти именно прогресс. Но еще, наверное, совет по этой карте будет такой. Как будто осталось совсем чуть-чуть для получения какого-то результата. Еще на карту дня здесь может проиграться, как соблюдать какой-то маршрут, инструкции. Либо, может быть, куда-то нужно будет поехать по делам, решать какие-то вопросы, связанные с поездкой или какими-то делами. Потому что здесь вы будете очень активными. Работать над планом, менять план. Может быть, нужно будет соблюдать что-то. Здесь такое движение. Водолеи. Шестерка. В шестерка Пентакли здесь происходит какой-то обмен. Когда вы выполняете что-то кому-то, предоставляете какие-то услуги, и вам за это оплачивают денежку. Здесь может быть заработанные деньги от какого-то проекта выполненного. Здесь может быть еще какие-то траты. Это еще, может быть, получение денег. Может быть, вы ждете какую-то сумму денег от кого-то, и такой человек вам будет помогать финансово, вас обеспечивать. Здесь в зависимости, в какой вы роли. В роли прощащего человека, который постоянно зависит от кого-то финансово, либо в роли давающего человека, который постоянно обеспечивает кого-то, содержит или помогает финансово. Здесь, может быть, еще нужно будет найти баланс в ваших финансах, потому что деньги легко приходят, но также легко тратятся. Может быть, наконец-то ваш бизнес, если он у вас есть, начнет давать вам доход, допустим. Но здесь стабильная финансовая ситуация. Или если вы рассчитываете на чью-то финансовую поддержку, помощь, судя по этой карте, вас поддержат, вам помогут финансово. Еще здесь, может быть, какие-то траты на детей, может быть, будете тратиться на детей, либо это, может быть, алименты, это выплаты какие-то. Либо вы выплачиваете алименты, либо вы их принимаете, либо ваш взрослый ребенок попросит у вас в долг, допустим, или финансовой поддержки от вас. Рыба. Карта сила, ставший аркан. Здесь вы сильнее, чем вы думаете. Здесь нужно проявлять свои лидерские качества. Смелыми быть нужно будет, храбрыми. Проявить свою силу воли в чем-то. Сможете договориться с любым человеком. Или убедить кого-то, может быть, даже получится. Здесь вы сможете подстроить любого человека, любую ситуацию под себя. Потому что здесь вы будете контролировать что-то. Что-то будет в ваших руках. Поэтому здесь вы будете принимать решения, вы будете активно действовать, проявлять свою силу, храбрость. Быть, может быть, в центре внимания. Или здесь еще, знаете, как преодолеть препятствия, преодолеть сложности. Выйти победителем, может быть, из какой-то ситуации. Это как победить, например, болезнь. Или, может быть, какая-то ситуация очень сильно длилась. И здесь вы выйдете победителем из нее. Или, может быть, какие-то финансовые вопросы. Здесь вы сможете все разрешить. Вы сможете получить вам нужный результат. Потому что вы будете контролировать, вы будете подстраивать любого человека и ситуацию под себя. Все будет так, как вы хотите. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.